Джон Хэмэм рекламирует порошок от российских мыслей. Смерть с косой и специализации на афроамериканских детках от переутомления сгорает на работе. Чернокожий бисексуал жалуется на неодобрившую его женственный наряд потенциальную партнершу. HBO и Эмедиатека начали показывать в свободном улете рандом акцов Ленеста и Ранса Ненса «Самый дерзкий и самый черный сериал сезона», неожиданно богатого на дерзкие сериалы о черной жизни, на смену расхожим словам о том, что мы живем в золотой век телевидения, пора бы уже. Прийти новому утверждению «Мы живем в золотой век черного телевидения», что, впрочем, легко и не заметить, учитывая, что вал так называемых престижных сериалов уже успел обернуться тотальным перепроизводством контента и тем, что отслеживать все достойные телепремьеры больше не успевают даже телевизионные критики. И тем не менее, многие из самых интересных проектов, рожденных американской телеиндустрией за последний год-два, снятые афроамериканцами и посвящены жизни, мироощущению и культуре Черной Америки. Что даже важнее, кажется, впервые в истории ТВ, за исключением, может быть, лишь на шоумевшего в начале 2000-х шоу Гейва Шаппела. Авторы этих проектов получают свободу и возможность не упрощать свое видение черной жизни, подстраивая его по традиционной телеформате и диктат рейтингов, а наоборот, ломать телевизионный канон ради выразительности и правдивости своего видения. Вот, например, «Атланта». «Атланта» Дональда Говера вмещает в традиционной для строго развлекательных драмеди 30-минутной серии почти линчевскую паразмаху и галлюциногенности панораму, вынесенного в название города американской столицы хип-хопа и стрип-клубов. Сюрприз «Рэп» слава делает жизнь афроамериканца еще более сюрреалистичной и проблемной. Вот Спайк Лифф, ей это нужно позарез, шесть год Тахейфет переносит в сериальную форму сюжет своего кинодебюта о трех любовниках чернокожей художницы и обнаруживает в нем достаточный материал для провокационного, обескураживающего и эффектного слепка мироощущения Америки сразу после избрания Трампа. Сюрприз «Слегка» начинает съезжать с крыши даже у изначально скептичного в отношении политики чернокожего комьюнити. Вот, дорогие белые люди, Dear White People, Джастина Семьяна выворачивает наизнанку жанр комедии о студенческой жизни, чтобы через абсурд и достойную Уэс Андерсона стилизацию вытащить на поверхность скрытой. Родовые травмы американской истории «Сюрприз» Колледжи Лиги Плюща тоже стоят на фундаменте столетий рабовладения, и это еще не все. Белая Ворона, Инсекер и Сэрэй, Чи, Зэ Чи, Линэ Уэйт, Шоу Кармайкла, Зэ Кармайкл Шоу. Джерода Кармайкла, Королева Сахарных Плантаций, Крин Шугар, Авадю Верней, Черноватый, Блэгэш и Повзрослевший, Грауныш, Кенни Борисей, Уайят Синак, Разрулит, Уайят Синак, Эс Проблема Рис, А в меньшей степени даже и более популистские империи «Эмпайр» или «Даниэлс» и детективные сериалы «Шон Дерай» и «Кратко Эмзэ» работают в разных телевизионных жанрах, но оказываются едины в стремлении к разрушению, трансформации, критике самих канонов этих жанров. А значит и к постоянному подрыву зрительских ожиданий, выводу аудитории из зоны знакомого успокоительного и седативного комфорта. Их авторы как будто дают понять, традиционное телевидение вместе со всеми своими приемами и форматами является порождением привилегированных белых людей. В 99% случаев мужского пола, а значит, не может в отсутствии экспериментов с самой природой ТВ правдиво передавать мироощущение всех людей остальных. Что же, в свободном улете «Рандом акцов» Ленес Тернсон и Энсо Хитреца выделиться радикальностью даже на этом благоприятствующем черным экспериментам фоне? Строго говоря, даже содержание его первой серии, вышедшей в эти выходные на HBO, с трудом поддается пересказу, по крайней мере, такому, который бы не обесценивал и не обеднял происходящее в кадре. То же самое, к слову, касается и единственного пока полного метра Нэнсо фильма. Упрощение ее красоты Anna Versimplification of Her Beauty, который превращал рассказ об истории любви с участием самого Нэнсо в эпохальной ни на что другой непохожий калаши о парадоксах человеческих взаимоотношений, а заодно и о природе кинематографа, искусства, мышления как такового. Формально в свободном улете строится по тому же принципу, что и, например, субботним вечером в прямом эфире Saturday Night Live, то есть представляет из себя телеварьотик или доскоп из небольших скиджей, сюжетов и выступлений, по идее свободно варьирующий жанрами, стилями и темами. На практике, впрочем, стоит включить тот же SNL, речь идет об уже давно зарегламентированной доскуке и последовательности из музыкальных номеров, стендапа и постановочных комедийных сценок, как будто бы существующей в том же жанровом пространстве, в свободном улете, совсем другое дело. В одну только первую серию Ненес умудряется последовательно вместить полдюжины виньеток, разнородных и по форме, и по стилю, и объединенных не только тем, что каждая представляет новую грань афроамериканского бытия, но и тем, с какой непредсказуемостью приходит на смену предыдущей. Вот Ненес, рассекая по Нью-Йорку на велосипеде, наводит на самого себя камеру айфона, в антикинематографичной вертикальной развертке, чтобы таким обращением к зрителю представить свое шоу, пока его со словами о незаконности одновременной езды на велосипеде и набора сообщений не останавливает белый полицейский. Начинается погоня, одновременно напоминающая карикатурные немые комедии начала прошлого века и жуткие хоум-видео с убийствами полиции и невинных афроамериканцев. А вот ее сменяет короткометражка Фрэнсиса Бадома «Умирают все», который безжалостно пародирует старомодные детские телешоу, задействуя их кондовый язык для высказывания о проблемности черного детства. Актриса Тония Пинкина сыграет здесь смерть с косой, ведущую сюрреалистического шоу, вынужденную придумывать все новые способы умерщвления стоящих с ней на одной сцене чернокожих малышей. Учитывая высокую смертность последних, неизбежно следует выгорание на работе и даже попытка бегства. Кроме того, Джон Хэммиэм в роли самого себя рекламирует порошок от российских мыслей и слышит, что его пригласили для этого благодаря идеально бежевому цвету лица и непререкаемому авторитету в глазах носителей белых привилегий. Звезда Атланты и прочь Лакит Стенфилд мелькает во фрагменте из короткометражки Шаки Кинга «Лазерцизм», в которой уже лучами лазера предлагалось лечить расовую окрашенность взгляда на мир. Родной брат Терренса Нэнси Нельсон, записывающий музыку под псевдонимом Narvis Junior, почти как приглашенные суперзвезды в СНЛ, удостаивается собственного музыкального номера, чтобы ошарашить зрителя явлением собственного персонального жанра Space Gospel. Наконец, сам Терренс Нэнси вместе со скульпторшей Дорин Гарнер объявляет рубрику «Сексуальные наклонности черного комьюнити», в рамках которой берут интервью режиссера Елина Коэна «Чернокожего бисексуала», рассказ которого о неудавшемся. Он пришел в платье, свидание с девушкой вдруг оживает посредством душераздирающей интимной кукольной анимации. Нэнси соединяет в рамках «В свободном улете» не только разнородные по своей природе скетчи. Также легко и органично в пространстве сериала соединяются кадры, постановочные и документальные, музыка и анимация, смешное и страшное, провокационное и утешительное. За последнее отвечает видео СССР о красоте чернокожего лица и уродстве Блык Фиса, чернокожего Грейма на белом лице и будет преступлением, пытаться пересказать все приемы и выкрутасы этого удивительного шоу. Но не будет ложи заметить, что каждую секунду сериала Нэнса решительно невозможно предугадать, что развернется на экране даже в секунду следующую. Режиссер, то есть осознанно и последовательно занимается подрывом зрительских ожиданий, осуществляя эту операцию через разоблачение и дискредитацию сидящих в сознание аудитории не только белой, черной в не меньшей степени, стереотипов и предрассудков о том, что значит быть, жить, любить и думать, обладая при этом черным цветом кожи и всем спектром сопровождающих его коннотацией, как современных, так и исторических. А уже избавив своего зрителя от вбитых того всей истории телевидения и культуры и медиа шаблонов, Нэнс дает тому возможность, если не взлететь, то хотя бы увидеть мир и себя глазами, сбросившими эту вековую пелену, и да, радикален свободному лети и вне контекста работы с афроамериканской темой. Напротив, тематическая и идеологическая сосредоточенность на последней в сочетании с изобретательностью формы и всеядностью стиля позволяет сериалу Нэнса выйти на куда более широкое и универсальное высказывание, и оно уже складывается из самой непредсказуемости его детища, свободы и обращения с телевизионным зрелищем как таковым. Позволяя себе с легкостью и без оглядки на требования формата перемещаться между отдельными виньетками, Нэнс для начала демонстрирует ту бескомпромиссность потока сознания, свободу мышления, а с ним и существование самоопределением, в которой черному человеку исторически было отказано, в том числе и натуральными цепями. Это символическое освобождение черной мысли затем неизбежно ведет и к очищению телевидения и как медиума. Верность Нэнса своему всеядному видению того, что может входить в понятие телеконтента и может быть в эфире переосмысленно оказывается примером освобождения всего разнообразия экранных образов, будь то кадры и хроники. Постановочные сценки или элементы интервью, более того, даже примером их возвращения в поле искусства с той территории пропаганды, манипуляции и эскапизма, которые хорошо знакомы далеко не только американским и далеко не только чернокожим зрителям в России, в свободном улете можно посмотреть о медиатеке.